господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 192 события дня эпиграф бытие 319 в поте лица твоего будешь есть хлеб 21 июня 2016 года какие у нас были события и многое отображено в роликах было необычное что поэтому предупреждать заранее не буду показывать где через десять как у нас тут принято уже выйдет отвечать на все просто невозможно здесь какой-то интернет деревья не понятно почти столько же платить приходится и какие-то там трафики там ничего не знаю ниже по skype поговорить не решаюсь не закачивать это в других местах делают я только замки снимаю течение дня еще может быть поставлен несколько роликов сегодня главное событие то что господь подтверждает показывает в разных видах любовь свою к нам люди не знают а как любовь радуйтесь и веселитесь когда будет гнать вас поносить вот господь снова посетил поносителями это милость божия проявленная по-другому никак не может быть горе вам когда все о вас будут говорить хорошо радуйтесь и веселитесь когда имя ваше пронесут как неугодное сыну человеческому вот такое дальше радость от того что господь находит нас не мертвыми а живыми он прямо подтверждает вчера только отобедали маленький с опозданием было задержались пока все собрались вот и чуть-чуть попозже вышел в три часа дня вижу коровы стадо идет из деревни мы тут всего деревня 500 метров смотрю три часа спрашиваю во сколько выгоняют ну батюшка сказал жарко и выгонять 4 в 12 загоняет на обед но это не одна корова телята до этого вылазили там за через ограду а это коровы все идут а кто пастух или может они изменили график видите какие в городе это ничего быть не может нет коров все чужие тут все свои так быстренько ребята побежали туда побежал виталий калейников там некита кто ребятишки побежали завернули грижу гонят значит разгородили я тогда беру жердь и поволок ее жердь ну что жердь надо объяснять ну тонкий ствол дерево аж куреный готовы его надо прибить и в него как в штахет будет скотина тыкать нику некуда никуда не выйдет то пошел а там около 30 метров метров ограждения повалено столбы подгнили мы же не в америке и в германии там как железобетонные поставила железная все и навсегда правнуки будут у нас нет ничего этого нету и мы этого никогда не сделаем что бетонные столбы проще это ничего у нас есть труд руки есть купить и взять не на что государство нет ни рубля не вложила созидание потеряю это электричество подвели и на этом будете довольны но посмотрел все огнилое а как видите милость божия вопроса да то что я был вторник вчера и братья наши которые коров держат жене все игорь барабаш старост они были в городе молочники называется молочный день сбывают продукции это для них валюта этим живет семья у них свои клиенты они развозят на базаре не стоят а именно по клиентам корова была вот я в сургут даже уезжает сургут все время ездит игорь набирает там где-то молоко соседние деревни на урывке перерабатывает и туда везет холодильники с собой у него там другая цена у него и дорога оправдывается и прибыток еще есть держа содержать надо ребятишки еще есть маленькие там человек пять у него то есть труд труд это надо загрузить все это продумать как и не дома быть зимой зима такие вот говорить и люди которые ничего не знают знают только вот сметана хорошая она или плохая но если на государственном уровне дума принимает постановление указывать натуральное молоко значит есть и не натуральное есть порошковые там ничего нет кроме соевых добавок модифицированные продукты что это за сметана то а это сливки наши сливки привозят когда грядень проходит не холодильники резать на только ложкой давить и кусочками как масло сливочное просто видеть это надо и вчера не было молочный день вторник а раз не было их коровы они сами ничего не а кто сделать вот теперь мы свободны начинаем скорее привозить на тележки ребятишки помогает 7 человек было задействовано и два часа мы работали у нас запасные столбы есть давай скорее шкурить жерди привезли ребятишки тележку везут мы в этом увидели милость божию что именно во вторник хотя они знали что телята вылазят я говорил еще в проповеди не пропадя в поучение как сказать в занятиях но они не успели дождь было это все нашу пользу то есть если бы они сделали а где наши руки то кому помог бы никому а кому верю не поможет все здорово на ногах а вот так сделано корова выше рядом поля и они потопчут все и никого нигде нету люди послушать и как это то что я рассказываю какое-то событие очень важно именно во вторник 9 делал том что были они предупреждены и не могли починить за один день как раз духа в день был понедельник видите как то есть для нас открыта была дверь дверь для благодеяния другим как у нас еще нет в лагере то сделать можно они уже сегодня игорь уже и творога надо привести там я ему подсказал если есть сливочки ты тоже возьмем мы мы бедная но богатая одновременно и павел говорит нищину всех обогащаем игорь вчера пришел приехал оттуда с города все рассказывает ну какие там тоже события и я его это рассказываю он доволен вот вот эти события махонькие такие но для нас они очень много значат он приходит вчера ко мне приходит в лагерь серафима гавриловна и 90-ый год и говорит батюшка 90-ый а нам сухонькой маленькая старушка никогда в церкви не сядет никогда длинное же богослужение более двух часов никогда никто и не видел сидящий и она собрала клубнику у нас-то ее нету и где-то там видимо теплица и она принесла принесла в лагерь а меня там нет в лагере она пришла сюда движу в окошке там она стоит по окошку боится ударить и но мы дружим с ней я по среди мужчин самый старший мне 77 на 13 лет я моложе и и конечно попутно сказать в одном селении мы благовествовали и бабушка вышла вышла чё надо мы говорим о христе говорим чтобы люди верили в бога что христос умер за нас откуда вы мы говорим из потеряевки она меня спрашивает а сколько тебе лет ну тогда мне поменьше было я говорю там ну 75 она рода ты еще сопляк а я касса 95 лет она когда сказал сопляк я тут разулыбался баба да как ты меня возвысила то и меня не считает старым кочерыжкой какой-то там старпер а вот именно сопляк молодой совсем я ободрился перед ней баба заулыбалась ну юмор не будете как старообрядцы все время букой ты еретик переходи к нам и вот она пришла вчера здесь и говорит я ягоды отнесла и сказала детям давайте а мужикам не давайте кто там был мужикам не давайте то есть она принесла там получается по 10 ягодок а потом меня горит совесть осудила мужики работают им тоже надо пришла ко мне я сказала неправильно и текаясь в этом скажи им что если останется там по 10 ягодок а ягоды большие маленькие разные то и мужикам дать ну понимаете маленькое такое событие но это показывает о тончайших разумениях движения в совести вот ее господь сказала то так она бы ничего я говорят вот он будешь и так надо то но мы сразу снарядили целую комиссию ребятишек там еще могли там крупы другое то ли подарок уж она не знает куда усадить вот маленькое такое событие вот утром посылаю ты все еще сырое такое никиту и виталия мы ходили с виктором напилили какие нам надо трехметровые для ограждения делать когда будем заваливать большие промывы на двух прудах они шириной около промываете метров семь с половиной и глубина там метра три вот такие в трехметровые но и диаметром бывает там 15-20 сантиметров идут этот бежит легкий на ногу он как осаил никита колесников быстро бегает научился все или умел а тот плетется за сзади подержал маленькая его никита надо дождаться он не знает куда идти а он всегда надевает на себя виталий тому скаканок униформа еще сверху плащ брезента брезента такой толстый старый брезент отцовский плащ зачем ты надел в лесу комары но работать больше ты шевелишься какие эти комары там уже не до этого другое дело кто напилит ему нельзя по-другому а то у тебя дверь к одной рукой хлопнул другое так я вижу нельзя узнать будет как работать я их развел пара поехал туда вперед и сказал вот мы на двух деленках работали между ними там деревьи не тронуты и он здесь работает никита и пойдете когда вечером сосчитаете сколько ошкурили ошкурили кору сняли вечером приходит ну вечером не вечером получилось в обед второй раз им не пришлось идти до обеда я сделал 29 а сколько ты я не считал я же сказал сосчитать это виталий лукавит все время вот так вот лукавит и нерасторопной я говорю никита бежит как олень в лесу а ты как уволень какой-то бегемот за ним идешь в счет и сало-то растряси на животе никита он пожар и лишь какой он пример то рядом тебя работают а никита говорит он не стал считать я все равно сосчитал сколько 23 но ты не считал что меньше но у него они более такие прямые были ну что ты придумаешь прямые кривые три метра мы не думали взял бы с этой стороны не в этом дело то 23 какой процент и сделал от наш никита 100 процентов сделал а ты сколько посчитать тоже не может но я посчитал без некоторых там сотые доли 81 процент 81 20 процентов не сделал ты понимаешь нет тому 100 рублей а тебе 80 ну а как платят а за работу события до события тут же я детям показа между детьми конфликт был вчера вот тоже надо было разбирать один ребенок не понимает это на кухне заходить нельзя на кухне зашел то все будет разобрано мое твое не понимает вот тимофея дали с собой магнита этому надо могли что-то искать копать это землю там что притягивал а другой у него попросил он недавно обозвал идиотом а тут его брязну по зубам вот такое дело тут же владея володи пащенко с огорода и ко мне привел на разборку а тут как раз батюшка был развел приду я разберусь с вами и дальше мы все заново сконструировали как это было как он заходил так что это все будет в ролике довольно интересному этого ребенка спормируется новый человек старшая сестра звонит каждый раз ко мне ну так договорились она звонит и сейчас я и дам тоже сигнал чтобы она знала что у меня все хорошо сейчас зазвонит вот так это уже два сигнала и не высчитывая то есть и дали понять что у ней все хорошо и у нас все хорошо попутно сказать в японии говорит допустим договориться на субботу три сигнала дают защита кто-то вот так и вся и япония звонит и никто ничего не платит вот теперь она думает что что-то надо это событие дня это событие одного дня показываю вчера два раза было так мне надо литовку отбить литовка коса которая траву косят она плохо ее надо отбивать отбивать то есть лезвие утоньшать которым косит и сделать тоненьким-тоненьким а дальше тащить это мы отбили не отбиваем а пытаемся тащить ночью она тупая выходит а зато умеет батюшка делать у него специально там есть такой как монтированный шарик шарик из подшипника и на нем он отбивает бьет чтобы она тоненько было он вышел батюшка вот идет напротив я вот еще косу тащите это я и не буду делать у меня там нет мы развернули граники то ставь на место теперь я сам бейте на рельсы ты у меня то обломок рельсы есть отрезанный я на нем начал делать они уверен правильно и что-то делают я не мастер в этом деле то оттягиваю надо сразу оттягивать или по много раз пройти ну батюшка вышел он опять идет другой стороны и к я он сюда и встал я движу он я все правильно делал только еще надо было побить вот когда сделал теперь давай покоси маленько покажи как это все будет в ролике показано дальше я уже резюме подвожу вот так надо поступать со священниками нуждаться в них а они должны многое уметь и тогда не будет ни вражды ничего батюшка пошел благословил и как раз ребятишки конфликтная ситуация то это и проще эти маленькие такие ну крохотные такие события мало значащие но для нас они дорогие вот эта мозаика жизни и вопрос ко всем у нас промывает тут дорогу промывает весной ну разрыв чуть не 10 метров и там проехать никак нельзя я поверил топ она не топе ил там сантиметров 40 и вот как забудеть нечем весной прорывает как сделать и все-таки я остановился однажды когда считал белоруссии во время наступления я могу ошибиться кто там был мерецков или рокоссовский и откуда немцы не ожидали через стоп там болото белоруссии это перетащили танки вязали какие-то как ковры из деревьев и по ним перетащили вообще ну здесь как делать я решил раз нет никакого материала даже строительных отходов поэтому бревнами забутить а потом водой заливает их а потом как виде самона сверху сделаю а потом маленькой щитами прицепим чтобы весной она не вымола что бревна не подняла значит длинную арматуру забивать привязывайте но пока так думаю мне надо главного пруду пробиться туда второй мостик пока нет туда проезда потому что прорыв на первом мостике и поставить какие-то столбы это нельзя огромная техника 17 тонн бульдозер ну как какое время то если вертикально ставит а так то он его вдавит и вот такой может кто-то что-то знает чтобы мне даже совет как сделать мы еще не делали сегодня идем заготавливать батюшка и говорит на разъезде здесь все убрали разъезд хорошее здание стояла закрыли разъезд а потом мы добились ходатайства и господь нам помог и поезда стали останавливаться а здание закрыто мы опять в управление железной дороги алтайского края регертом обратились батюшка и дали бумагу что мы как отвечаем за него ключ сами заходим когда кого-то не нет от пурги хотя бы спрятаться это она же приходим здания нету хорошее здание прямо большое и там она несколько отделений зал такой был нету а что а там дальше еще разъезд называется потеряевский и послали они пьяно они не доехали до него а надписи видимо не было и они это здание расковыряли до фундамента все развалили полностью развалили вот теперь и кукарекой нету здания но переходить то надо туда они большие чтобы вода текла траншеи выкопаны возле линии это переходить так а потом поджигают палта и это переходы все сгорают батюшка говорит заготовки там сколько надо клен 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 это сорное дерево что переходить хотя бы можно было туда как-то уже задание получили вот поэтому сейчас мы ждем прибыль через 10 дней должны были приехать видимо на следующей неделе будут вот наши события погоревали мы что там где в карелии утонули ученики я разъяснил что у нас бог милый сорок пятый год без помощи государства сорок пятый год ни одного заболевания серьезно простыл там ребенок слабенький какой-то не никаких бед все время плавают купаются и мы храним правила введенные здесь не должен быть кто-то дальше поплавками огораживаем все сами делаем на воде не меньше 16 лет умеющий хорошо плавать хорошо плавать у мальчиков есть идут когда у девочек то нету и поэтому из деревни то тут одна пойдет девица которая умеет так то другая и ходим и выпрашиваем их родители за они заняты дома но идут чтобы искупать наших девчушек они купаются вчера у них тут обновки то ли решила им надежда васильна или что вот садиться за стол девочка она заплакала что заплакала рукавов нету а рукавов нету значит кофточку надо теперь бежать надо в келью за ней то я ну ладно тогда садись раз уже вечером дело то то есть надо гибко так подходить понимать сегодня вот покажу сейчас в интернете мне надо сразу закрывать его чтобы ничего не было вот вот заходит какой здесь я сейчас посмотрю фамилию он у меня терешкин кто такой терешкин и дальше лента ру на проповеди в день святого духа протеерей дмитрий теры безбожник сам себя обличил я посчитал посмотрю новых набросали никогда не заходил кто такой терешкин ничего комментировать конечно не буду так что везде самого вопроса сразу возникают ну и дальше в очередь сукины дети в очередь сукины дети ну как я буду комментировать это это наиспоить видимо посмотрел и узали вот это у нас получается показать надо что у нас мой мир мой мир вот он как выглядит у меня несколько страничек там вот здесь просто голова в шапке и вот здесь очень много есть вот елена даниил друзья предлагает дружбу вот как я принимать дружбу я ее не знаю на что делать ну надо узнать как узнать а вот как у меня тут заготовка наш сайт заходите на наш сайт можете посчитать даже я его копирую вот она мне уже кажется на кончике здесь новый сайт тут еще такого нет я покажу наш видеоканал уже на работе 5000 роликов это большой сайт ну вот он как все здесь есть потом тормозите можете просчитать что тут есть все отвечаю вот тут маленько устаревшие данные видно не видно но показать один раз можно вот я к ней сейчас захожу то она такая не знаю предлагает дружбу нажимаю что из этого комар убрать залетел где-то вот опять нажимаю елена даниила фамилия видимо даниил пятьдесят шесть лет замужем вот сидит женщина без платка в очках не вижу темные не темные очки с темными очками не принимаю прячется пять общих друзей у нее видео музыка ничего предусудительного нету значит я предлагаю не предлагаю не предлагаю принимаю а теперь написать сообщение вот сейчас сообщить это у нее нету никакого еще и я вставляю свое которое скопировал и отправить она как раз зелененький вот она находится в сети все видите как заходите у нас очень богатый наш этот все уже написать сообщение сейчас покажу дальше тут и деревья хоть и тарелка есть но не так быстро вот посмотрите что у нас тут есть они с места не 2 не движется надо перейду на другой ресурс вот это наш православный форум вот последний как он православный форум и дать и лапкина заходите тут 1592 темы это очень большой форм легко искать регистрируйтесь приходите занимайтесь здесь вот наш видеоканал православный видеоканал открытым окон тут одна ошибочка допущена баллона нас маленькой букву потому что впереди три точки стоят но дальше тут понятно что я замки только снимаю события дня где сегодня сейчас уже не ус не успел среди дня кое-что открою замки в данный момент как раз ставится там и вот самое большое сокровище сайт во свете библии православный и близкий сайт вот здесь православный главное что главная страница православный форум жать здесь нажал на форуме видеоканал нажал тут самое ценное все что есть это ответы ответы на вопросы 4124 тут много насчитано 50 книг ауди где-то милости просим вот на этом все маленькие события но они показывают какая у нас идет жизнь людям интересно те которые не знать может кто-то будет тоже возрождать деревню детский лагерь кое-что можно будет взять из опыта последняя неделя перед постом у нас посты все соблюдаются поэтому стараемся достать молосное аминь